Российские регионы захлестнула Крымская весна. Пятилетие со дня воссоединения полуострова со страной сегодня отметили и чебоксарцы. Под лозунгом «Мы вместе» на площади республики прошел праздничный концерт. С места событий передает мой коллега Дмитрий Ковалев. Сотни голосов горожан сливаются в один большой хор. На площади республики звучат песни о нашей родине. Пять лет назад на карте России появились еще два субъекта. Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, войдя в состав Южного федерального округа. Именно 18 марта в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о принятии Севастополя и Крыма в состав России. Всенародный референдум определил новый вектор развития страны. Выбор крымчан Чувашия поддержала. Одно из первых. Крым это должен быть наш. Он был наш и будет наш. Не то что наш, мы вместе. Мы вместе. Теперь у нас есть очень, ну намного больше, ну много красивых мест появилось за счет как раз присоединения Крыма. Наша земля вернулась. Наши пенаты. Лозунг «Мы вместе» как нельзя лучше отражает суть праздника. Чувашия поддержала Крым во время энергоблокады. Предприятие электрокластера и сейчас поставляет свою продукцию на полуостров. Спросом у крымчан пользуется и кухонная техника из Чебоксар. Между двумя республиками подписано соглашение о взаимодействии. Товарооборот уже превысил отметку 350 миллионов рублей. Но это только начало, отмечает глава республики Михаил Игнатьев. Мы в свое время ездили туда в 2015 году, подписывали соответствующие документы. Сегодня они к нам приезжают. Мы едем к ним на оздоровление, на отдых. Там близких, родственников очень много у наших жителей Чувашии, поэтому все развивается. Сегодня тоже жители Чувашии по велению души здесь собрались, потому что на самом деле сегодня вся Россия, все россияне отмечают этот замечательный, прекрасный праздник. Между республиками за последние пять лет удалось наладить тесное взаимодействие. Это слова главы Крыма Сергея Аксенова. Интервью с руководителем региона наша съемочная группа записала на полях инвестиционного форума в Сочи. Предлагаю послушать его отрывок. Бизнес Чувашский работает непосредственно уже на территории республики Крым. Все нормально, помогаем, оказываем содействие. Михаил Васильевичу огромное спасибо. То есть лучшие практики, методики нам всегда предоставляются. Советом дружеским, знаете, как иногда совет добрый, он лучше денег, то есть как бы оказывает содействие. Поэтому, слава богу, нет на самом деле. И в рамках национально-культурных автономии, традиций, культура народов, проживающих в Чувашской республике, точно так же у нас развивается, популяризируется, участвует во всех фестивалях. Так что, слава богу, будем и дальше дружить, развивать отношения. С весной связана и еще одна важнейшая дата в истории республики. 236 лет назад, в апреле, Крым стал частью Российской империи. Черноморский форпост не раз подвергался атакам, но благодаря героической обороне враги отступали. Независимость и решительность крымчан подтвердил мартовский референдум. Более 96% жителей проголосовали за возвращение полуострова в родную гавань. Теперь это по-настоящему народный праздник. Мы! 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 И ура! В день официального воссоединения России и Крыма на площади звучат песни о родине, а горожане подпевают артистам. Прошло пять лет, а чувства по-прежнему сильны. Быть вместе в такой день для россиян стало важно. Концерты, посвященные крымской весне, проходят в каждом регионе страны. 18 марта для россиян историческая дата и большой праздник, который пока не отмечен красным цветом в календаре. Дмитрий Ковалев и Павел Оридков, Республика.